Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу «Одно звание Бзуба». Сегодня как бы есть такие интересные новости. Первое, это то, что вот такая вот акция опять и повторяется. Это типа «получи 5 скинов с волшебными лапками», да, они так называются, и тебе дадут легендарный сундук плюс Никса скин в подарок. Только вопрос, если я это уже все получал один раз, будет ли мне начисляться второй раз это все? Ну, в плане награды вот типа равно, да? Интересно будет, конечно, как они начислятся второй скин и второй сундук, непонятно, но посмотрим. Также, разработчики вчера публиковали интересную штуку в новостях. Сейчас я вам покажу, что быстренько, да? Акция «Случайный персонаж». Если я не ошибаюсь, это было не бесплатно, то есть вы должны были потратить деньги, и вам выпадал случайный персонаж, которого у вас еще нет. Вроде как это так работало. Это было вчера, один день, поэтому такие вот дела. Сколько там нужно было потратить, я не знаю, но кто-то вроде писал, что там 30 долларов надо было потратить. Ну, не знаю, как вот это. Это не все не точно, поэтому у меня этой штуки не было, поэтому, как говорится, ничего вам сказать не смогу. Сегодня погромзил и волшебный крысюк будет сегодня доминировать в командных боях. У нас как раз ровно 0-0, поэтому идем развалив, сборочка не меня. Идеально, как бы мы погнали. А также у меня есть еще интересная занята какая-то статистика. Не знаю, что там нет. Иногда хочется посчитать, так знать, именно не на калькулятор, а у меня. В общем, считал я вчера, как сложно брать 2000 рейтинга в текущих ситуациях. Ну, этим челикам, которые это делают. Вы же знаете, у нас в игре есть такие игроки, которые берут по 2-ка рейтинга вообще налегте. Да как дробовик-то выпал, а? Осуждаю. Ну да ладно. И сколько же это занимает по времени, и как это сложно вообще делается. Так, давайте мышек отправим, мне нужно вперед. Сейчас, продеремся здесь, бусинка, я расскажу. О чем я хотел рассказать. Итак, если вкратце, то ситуация обстоит таким образом, что Хамеллыч решил умереть, блин. Ну ладно. Ситуация обстоит таким образом, что вы Точнее, что персо... Так, сейчас я соберусь с мыслями. Короче, что я считал, я брал... Болин, да что ж так много противников-то, а? Я брал 15 противников. Толин, короче, сейчас надо добиться. Надо сначала в них саубить, потом разобраться с этим всем делом. Слишком здесь просто напряжно, плюс на скингуру бежал. Душные бои, как бы. Зато весело. Вот почему на скингруб больной, а почему он убежал, а? Чего он не может играть командно? Вот смотрите, вот смотрите на это больное существо. А мы здесь должны сейчас вот соло разваливать это все. Хорошо, хоть я луи подкорректировал атрибут, теперь у него граната очень далеко бросается. И он прям на... Ну, видите, просто две аптечки баку снял. Как вам? Жестко скажите. Вот я думаю, что жестко. Очень жестко, я бы сказал. Даже так. Минусы минусы у нихса. У меня команда вроде здесь как поддерживает. Так, минусы мбака, минусы на пятникса. Повторно. Сейчас тут еще никс снизу был, вот он. Гений. Стизмильщик с легендарным дробовичком. Так, ну я гранатку закидываю. По идее, они сейчас не смогут треснуть. Капец, как же не резают, мне это уже надоело. Серьезно. Змеечка вообще такое ощущение, что бесполезное получается. Но они его спросили своих уже союзников. Наш кенгуру интересующий живой. Да он просто бегает по карте. Как вам? 12-го кенгуру, а мозга нет. Верите, да? Уровень, как говорится, не показатель мозга. Его наличие, точнее. Так, ну вроде бы все. Нет, там еще сквад против остался. Давайте, наверное, доиграем. Потом я расскажу эту прекрасную статистику. А то тут может замес быть жестким. Я его могу не затащить, на самом деле. Ну, это вряд ли, конечно. Тут прям уже жестко я тащу. Слишком все-таки жесткий луи в командных боях. Тут не поспоришь. Плюс у нас тут кенгуру развлекает, ребят. Ну, в общем, победка. Итак, к статистике. Я брал средний показатель по всем штукам. То есть я брал средний урон. Точнее, среднее количество кубков за победу. То есть я учитывал командные бои. Итак, какие же показатель я взял? 25 персонажей. Вроде как у нас сейчас в игре. По 500 рейтинга после каждого сброса случается. То есть с 2К рейтинга персонаж сбрасывается. И у него получается... Ну, 1500 рейтинга. Им нужно поднимать 500 рейтинга. Вот эти 500 рейтинга... Я считал так. 15 за победу в командных боях. 100% побед. 7 минут в среднем на бой. Что по итогу у меня вышло? 7-8 часов в день. 2 недели подряд. Понимаете, да? Вот это сейчас играют... Так, игроки. Давайте вот глобальный рейтинг, да? Глянем. Вот они. Которые опыт под... 2 по 2 коре... Боже мой, они опыт по 2-100. То есть понимаете? Это минимум 7-8 часов в 100% побед. А если они не 100% побед делают... То сколько? То сколько? Вдумайтесь просто. Смотрите. Все играют почти в командных боях. Вот это, кстати, который играет в соу, он... Не знаю. Может он и правда играет в соу, но... Мне кажется, вряд ли просто... Дефибриллятор не берет в командную бою. Хотя это такой себе вариант, конечно. Ну, не знаю, на самом деле. Тут у каждого почти бицепс своего персонажа. Ну, вот такие вот дела. Это статистика, как бы. Я это считал. Не знаю, может вы как-то по-другому посчитаете, но вот у меня так получилось. То есть почему я взял 7 минут? Потому что, ну... В среднем будет так будет идти. Потому что, ну, нереально играть там по 3-4 часа подряд, без перерыва, без ничего. Поэтому там все равно будут какие-то перерывы. Плюс у нас, вы знаете, какая игра прекрасная, где лаги, баги и все остальное. Разрывы соединения. Поэтому это все будет влиять. Плюс это 100% побед без... Ну, без поражений. То есть проиграть вариантов я не ставил. А еще представьте, сколько будет поражений против таких же жестких челиков, как и они сами. То есть, ну, сами понимаете, да? Это все на самом деле удлиняется. Там реально должно быть где-то 12 часов в среднем в день. В среднем. 12 часов в день. В зубе играть. С командой. То есть это не соло даже в бои. Соло в боях я вряд ли. Даже если там очень жестко скиловый, даже... Ну, просто нереально будет затащить... Бои. Даже самому скилловому. Потому что тебя просто могут задушить 2 там... 13-х, 15-х, 17-х уровня. Как бы играя на 2к рейтинга. Там же будет, по сути, одни все 17-е. И вот такие вот дела. Поэтому на самом деле непонятно сейчас, как они это делают. Ну, за тротик под 2 часов я думаю, они точно не могут. Поэтому... Как видели, там даже некоторые набивают более чем 2к рейтинга. То есть вопросики возникают. И вопросики возникают к разравам, когда они все это будут фиксить в плане... Балансить. Сколько, типа, это должно длиться? О, кстати, походу, бот. Или нет, не знаю. Может, не бот. Кстати, закрыли уже этот проходик. Новогодний проходик, да? Эх, раньше было классно. Можно было пройти. Чувак, лука, жизнь? Никак. Мертвые не живут. О, Дона тут еще. Бачок. Просто, ну как вам этот... Как вам это не имба, ребят? Как вам это не имба? Как вам это не имба? Я думаю, она не имба. Ох, как нам везет-то, а. Сколько урона залетает с лео. А какой кайф просто. Просто кайф. У меня слов нет. Зебра, конечно, пятая меня напрягает больше всего, но... Ну и мои свинники, которые не помогают. Вот так он просто стоит и смотрит. Рестим нашего этого, в хамелеончиков. Все-таки он сможет сделать вид, что он помогает. Ага, сделал. Чекайте, проверяйте, как он делает вид, что он помогает. А че ник сделать, я не понимаю, вот этот противник. Так все, что они боты, знаете, какие-то настроенные. Акул что-то в зоне там делает. Что там тело? Акул. Хамелеон кстежил. Эм. Я не знаю, есть ли у меня дефибриллятор. Давайте его резнем. Есть. Странный акул, однако. Бери. А, он чем-то болен, понятно. Наверное, акула поразила какая-то морская болезнь, скорее всего. Возможно, это паразит, который, знаете, там есть такие черви морские, которые забираются в рыбку и все дела. Вот, скорее всего, акула такая же штука поразила. Наверное. Ну, мы этого не узнаем. Ой, какие ж прекрасные союзники, а. А я такой соло зашел, просто два склада развалил. Ну, бывает, че. Луи же все-таки. Имба в командных боях. Вот, смотрите, это удалец гранаток. Просто любого жирафа, любого противника, на любой дистанции. Блин, кролик прыгающий, ну, бахните в него. А, это кенгуру, я думаю, кролик что-то. На тебе, плюхи. Вдруг. Опа, понравилось, да? Блин, пускай поет него потерял. А, сейчас бы еще умереть, да? А я-то могу так-то. У меня аптечек уже нету. Нет, они убивают кенгуру, он был последним. Ну, и изи победа. Здесь килов, как я говорил, два спада просто минусунул. Мы же ботов вообще вроде как не били, да? Чисто с квадом минусанули и все. Ну, я точно вроде ботов не бил, не помню, как мне это. То есть моя команда, как и заметили, очень полезно было. В этом плане. Полезные, да. Прекрасные союзники. Ну, ничего сказать нельзя. Ну, погнали, еще один боец, катай. Когда-нибудь разработчики все-таки сделать нормально. Кстати, я же не посмотрел, сколько нас этих персонажей. Ради прикола посчитать. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И еще два. А, что-то я насчитался. Короче, 12, 13. 13 на 2. 26 уже персонажи у нас в игре. Офигеть. Офигеть. 26 персонажей в игре. Это даже больше, чем получится 8 часов. Ну, короче, я не знаю, как они это делают. Для меня это загадка. По-любому, не просто так они это все делают. И, кстати, разработчики, интересно, когда же они выкатят снижение сброса. Ну, кстати, ребятки, кто там поднимал 2К рейтинга? Или вообще, кто сидит на 1700, на 1800 рейтинга? Напишите, сколько там в командных боях получаете кубков. Потому что, может, я ошибаюсь. И там не 15 кубков в среднем получается за бой, да, победный. А, намного больше, можно по 20 кубков, хотя, мне кажется, что там идет в 15, а то и меньше. Эх, ну ладно, пусть акулу лутает. Акулу полезнее будет. Ну, мне был легендарный лук, было бы вообще эпично. Я бы такое с ним мог делать. Там такие куски отрываются или легендарную гранатку. Ну, представьте, вот на такую дистанцию кинуть гранатку легендарно. Там же все умрет просто. Она еще потом расстроится. Кайф. Ну, золотая тоже, в принципе, сидит. Правда, ее надо сначала получить. О, у меня панелька залагала. Нормально. Баланс, да? Баланс. Бак подбирает гранатку, хорош. А тут два склада, очень серьезно. А что так не душно? Ну, журавчик здесь какой-то, который не смог убежать. Неспособный. Назовем его так. Блин. Я его тоже не смог убить, ну ладно. Корейца, тик с ним, с этим жираком. Мы тут залутаемся. Нам не надо карпиццо золотое достать. Я, в принципе, не парюсь. Мы тут два склада уже развалили. По идее, против нас только остался один склад. Блин, какой же иметки, да, в автотаке? Так, наши ребята на центр шли. Плюс-минус, да? Вроде бы мы как-то более-менее еще командно играем, поэтому... Ладно, вот тут еще лев, ничего себе. Лев, лев на тебе плюху. Лев не выдержал плюхи. И откатился. Ну, вот оно все, получается, победа. Ну, что-то слишком быстро. Как по мне. Остались недобитые противники. Ну, как вам? Слабый Луи. Не тащит. То есть, видите, вот чуть-чуть немножко адекватная команда. Блин, у нас в команде опять кто помер. Как? Где ты это делаешь? Как они это делают? Что за монстр? Как они могут умирать? Им даже делать ничего не надо. Просто стоять на месте и все. Я им все убиваю. Ох уж эти гении. Даже постоять на месте не могут. Да, кстати, это чужой капкан был. Байт, байт. Ну, что ж. Заканчиваем победку. Раслаз найти последнего. А, было два последних. Ладно, ошибся. Ну, думаю, найдем. Скорее всего, где-то в этой части бегает. Просто поищем. Как говорится, если он к нам не придет, то мы к нему придем. Так, ну и где ты последний? Последний противник. Где же ты ходишь? Чего же ты ждешь? Расскажи нам, пожалуйста. Но он мне расскажет. Как говорится, трупы не говорят. Мертвецы, да. В какой из бочек он сидит? Нет, тут не сидит. А ну-ка. И тут его нету. Неужели он в этом домике сидит в последнем? Или... Ну да, баг там проверил. Пойдем туда сидеть. В этой бочке, да? Нет, смотрите, не тут. Неужели он под домиком сидит? Вот этим вот. А вот он, Никс. Он прятался. Ради чего? Ради чего мы минуты две за тобой гонялись? Ради чего? Кстати, акул хорош, тоже поубивал много. Непонятно. Но вот такие вот иногда попадаются противники неадекватные. Ну, как говорится, они часто попадаются. Опять вот, два боя закончились. 4-5. Если в прошлом был, ладно, еще был замес. Но в этом бою ничего не было. Просто стоять, смотреть и как бы ничего делать не надо. И ты победил. Но даже это не смог один из моих союзников. К сожалению. Ну, такое бывает. Все-таки. Луид слишком жесткий в командных боях. Особенно, когда уровень у него повыше немножечко, чем у других. За счет этого он может позволять себе тащить все что угодно. Ребятки, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, составляйте свои комментарии. Что думаете по поводу вот этого вот рейтинга прекрасного, да? По поводу того, как его сейчас нужно будет поднимать. Это же нереально просто. До сих пор душусь. Я не знаю, стоит ли вообще поднимать рейтинг. Ну, вот эти вот все челики, мне кажется, они не просто так поднимают этот рейтинг. Ну, слишком это... Ну, вот ладно. Видите, тут тоже как бы 1800. У челиков еще есть, да? 1700. Это еще, возможно, реально поднимает цифриками. Ну, вот эти вот первые ребята. Либо это они тягачат по 12 часов в сутки, а то и по 15. Либо я не знаю, как они это делают. Это просто незаконно. Плюс, вы должны понимать, что он же не один такой. То есть, видео, эйс офишал, походу... Вот они втроем это делают. Возможно, не катают бои 3 на 3. Хотя вот еще какой-то, если офишен, ну, короче... Вы, в принципе, все верите. Возможно. Это просто команда таких задротиков. А, возможно, они что-то используют незаконно. Но об этом мы никогда не узнаем. Это все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.